Заботьтесь друг о друге. Как аптека для бережливых заботится о вас. Генеральный спонсор службы новостей «Город» – сеть аптек «Аптека для бережливых». Здравствуйте! В эфире первого городского служба новостей «Город» в студии Максим Новиков. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях понедельника, 22 апреля. Смотрите сегодня в эфире. Помощь пришла откуда не ждали. Отзывчивые калининградцы отправили прославившегося в сети дядю Лешу к другу в Екатеринбург. У православных верующих началась страстная неделя. Как калининградцы готовятся к празднику Светлой Пасхи? Английский спорт на калининградской земле. Как на главной спортивной арене прошел чемпионат Европы по регби? Новое событие в старом деле. История Рудникова и Леденева принимает новые обороты. Калининград танцует под грустный дэнс. Эксклюзивное интервью с рэпером Артемом Качером только на Первом городском. Самой обсуждаемой темой минувших выходных стала не только теплая погода и шашлыки, но и общегородской субботник. Мероприятие, которое точно объединяет весь город. Не один десяток горожан вместе с мэром Алексеем Силановым приняли участие в субботнике. В свой выходной калининградцы чистили от зимнего мусора парки и скверы. Глава города вместе с сотрудниками выбрали для уборки парк на улице Гагарина. Дарья не первый год участвует в общегородском субботнике. У нее четверо детей. На этот раз на уборку с ней пришел младший сын. Пока остальные на учебе. Девушка считает, что это лучший способ провести время с семьей и с пользой для города. Подрастающее поколение нужно не только учить спать. Надо еще что-то делать. Это подходящий способ побеседовать на тему о том, как некрасиво, когда что-то лишнее в парке. Некоторые горожане огорчены, что субботники проходят не так часто, как хотелось бы. Всего два раза в год, весной и осенью. И добавляют, что это отличная возможность убраться в тех местах, куда в обычной жизни не доходят метлодворников. Я и все мои сотрудники, конечно же, хотят сделать его чище, уютнее, приятнее. Только это нами движет сегодня. Лично проконтролировать и поучаствовать в городском субботнике пришел и мэр города Алексей Сила. На фон отметил, что в первую очередь это показывает культуру горожан. Для меня это приятное дело, побыть на свежем воздухе, поработать вместе с коллегами, чтобы потом увидеть результат своего труда и труда моих коллег. Позже на официальном сайте администрации появилась информация, что калининградцы смогут бесплатно забрать дрова. Их оказалось много после Большого субботника. Найти их можно в лесопарковой зоне на Гагарина и забрать самовывозом. Мир не без добрых людей. Две недели назад калининградцы делились в социальных сетях неким дядей Лешей. А приятный мужчина с картонной табличкой просил помощи у прохожих. Позже выяснилось, что он прилетел из Владивостока. В силу семейных обстоятельств он остался без крова и одежды, один на улице. Но он точно знал, что ему надо в Екатеринбург. Там, по его словам, живет его однополчанин. А в понедельник произошло то, чего он ждал. Отзывчивые калининградцы помогли мужчине улететь. Сейчас вы видите эксклюзивные кадры прощания дяди Леши и тех, кто ему помог. Обычный поход на рынок у Дмитрия завершился большим поступком. Он увидел, как Алексей Меркулов сидит с картонной табличкой и просит о помощи. У меня так периодически получается выцеплять таких людей, вот такие ситуации. Опять же, даже если посмотреть, да, вот идешь там, ну, человек неопрятно одет. Ну, как-то, ну, не знаю, может, автоматически, я даже не знаю, как объяснить. Взял, захотел, помог. Он не является частью какой-то организации. Порыв помочь пенсионеру с картонкой, пришел сам собой. И, видимо, Алексей Меркулов увидел в нем луч надежды. Мужчина рассказал, что у него умер сын, а невестка отвернулась от свекра. На этом фоне у мужчины развился сахарный диабет. И чтобы хоть как-то вырваться из этого круга неудач, он согласился поехать с выхотовиками в Калининград. Правда, и здесь судьба не обрадовала его. Единственным способом на спасение мужчина видел в поездке к своему однополчанину в Екатеринбург. А билет на самолет стоит немало. Другие отзывчивые калининградцы также решились помочь пенсионеру. И в понедельник в 19.45 он отправится из Храброво. Остается верить, что рядом со своим боевым товарищем жизнь Александра Меркулова наладится. В День Победы по главной площади Калининграда пройдут больше 70 единиц военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Болтфлота. Колонну возглавит танк Т-34. Также на параде можно будет увидеть «Искандер», «Панцирь С-1» и «С-400», «Противокорабельный бал» и «Бастион», «Системы залпового огня ГРАД», «Самоходные артиллерийские установки Гвоздика» и крупнокалиберные пушки «Гиацинт». Военный парад пройдет на площади Победы в четверг 9 мая. Начало в 10 утра. А теперь о других новостях понедельника. Клещи атакуют. Наша область вошла в список российских регионов с вероятностью вспышки заболевания клещевым энцефалитом. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор пишет газета «Известие». Ранее сообщалось, что в регионе клещи за неделю покусали 23 ребенка. Калининградцам предложили забрать валежник, оставшийся после субботника на улице Гагарина. Об этом на своей странице в Facebook сообщает мэрия. Сухие ветки и стволы деревьев собрали в минувшие выходные. Территорию исторического кладбища на улице Гагарина привели в порядок представители комитетов администрации Калининграда и глава города Алексей Силанов. Донорам желательно сдавать кровь до 12.00. Такие рекомендации дала служба крови. Это объясняется тем, что в это время организм легче восстанавливается. Медики не рекомендуют после посещения лаборатории поднимать тяжести и советуют пить воду и отдыхать. За день до донации запрещается есть копчености, яйца, шоколад, орехи, жареную и острую еду, а также финики. За час до процедуры нельзя курить, за двое суток пить аспирин и обезболивающие, за трое принимать спиртное. А вот спортсменам наоборот рекомендуют вечерние тренировки. Именно после 18 жир будет сжигаться быстрее, а обмен веществ ускорятся. К такому выводу пришли израильские ученые из Института имени Веймана. Занятие спортом в вечерние часы повышает выносливость организма, уверены они. И изменить свой график тренировок советуют именно тем, кто стремится похудеть. На Первом городском стартовал второй сезон бизнес-премии «Калининградский продукт». На этот раз проект посвящен сезонному направлению стройка. Видеовизитки участников совсем скоро появятся в эфире телеканала. За звание лучших будут бороться сразу несколько ведущих компаний региона. Главный приз – контракт на размещение рекламы на 1 миллион рублей на Первом городском. Болеть за конкурентов телезрители смогут в течение ближайших двух месяцев. Генеральные партнеры проекта – агентство недвижимости «Этажи» и жилой комплекс «Мед». ООО «Рекстрой». У православных началась Страстная неделя, иначе говоря, подготовка к самому светлому празднику Пасхи. Каждый день Страстной Седмицы посвящен особому событию, они отражены в Священном Писании. В это время принято вспоминать последние дни земной жизни Иисуса Христа и его страдания. До 28 апреля верующим предстоит выдержать один из самых строгих постов. Во всех действующих храмах за день до Христового Воскресения калининградцы смогут отсветить куличи, Пасхи и яйца. О том, как нужно готовиться к одному из самых великих праздников, рассказал священник Давид Рожин. Так, в Великий Понедельник церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа, которого продали родные братья. Во вторник – проповеди Иисуса, а в среду вспоминают о предательстве Иуды, и оба эти два дня готовятся к празднику. В чистый четверг совершается обряд причастия, приводится в порядок дом и одежда, производятся молитвы. Каждый уголок дома должен быть полностью подготовлен к праздникам, делать уборку после чистого четверга – плохая примета. Есть поверье, что именно в этот день можно найти в доме давно потерянную вещь. Также в этот день красят пасхальные яйца. Великая Пятница – день особой скорби всех христиан. День распятия Христа не позволяет совершать никаких домашних дел, разрешено испечь хлеб и обязательно надо сходить в церковь. Также следует воздержаться от еды до окончания церковной службы. Великий пост заканчивается в субботу. В этот день верующие ходят в церковь и освещают приготовленные куличи и другую пасхальную еду. После окончания крестного хода наступает Великая Пасха. Нужно стараться больше думать о своем духовно-нравственном состоянии, о своей духовной жизни, как ее поправить, не пуская на самотек в дальнейшем. Конечно же, нужно стараться и следить за своими определенными проявлениями своего характера, какими-то дурными привычками. Ранее Калининградская епархия опубликовала график богослужений на Пасху. Также стало известно, где и в какое время все желающие смогут осветить яйца и куличи. Наш регион первый в России принял у себя регбистов со всей Европы. На арене Калининград молодые парни из восьми стран боролись за звание лучшей сборной. Участниками соревнований были юноши не старше 18 лет, а лицом турнира стал известный российский актер Иван Ахлобыстин. Он пообщался с посетителями чемпионата и лично наградил призеров на стадионе Калининград. Подробнее о том, как это было, в следующем сюжете. Целую неделю самые сильные игроки со всей Европы боролись за звание лучших в турнире по регби. По итогу ее победителем стала сборная Грузии. Более чем 9 тысяч зрителей наблюдали, как они мощно вырывали свою победу у сборной Испании. Итог игры 2-0. А вот сборная России достаточно уверенно продвигалась вверх по турнирной лестнице. Нашу страну представлял воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва по игровым видам спорта Калининградской области Анатолий Диппель. Правда, в борьбе за третье место наша сборная проиграла с отсчетом 27-38 в Португалии. Игра охватила сразу три городских стадиона. Президент регби-гера Октавиан Марарио отметил высокую посещаемость и хорошую организацию турнира. В России этот вид спорта только набирает обороты. Шорты, футболки, бутсы и продолговатый мячик. Калининградцам такой вид спорта пришелся по душе. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства чемпионат, посетили более 20 тысяч человек. Алина Печняковская, Дмитрий Зубачев, служба новостей, город. Смотрите во второй части нашего выпуска. Новое событие в старом деле. История Рудникова и Леденева принимает новые обороты. Калининград танцует под грустный дэнс. Эксклюзивное интервью с рэпером Артемом Качером только на Первом городском. Радуются весне и не только. Чем начало новой рабочей недели запомнилось калининградцам, а не поделились со съемочной группой Первого городского. Эти и другие новости сразу после короткой рекламы. В эфире служба новостей, город, и мы продолжаем. В Ленинградском районе задержали калининградца по подозрению в хранении наркотиков. Проверить мужчину решили из-за его неадекватного поведения. Его заметили сотрудники во время патруля, провели досмотр и изъяли карфентанил. По факту заведено уголовное дело к другим происшествиям. Торопился и все равно не успел. В Зеленоградском районе водитель БМВ встретил рассвет не так, как хотел. Мужчина ехал в поселок Русское и сильно торопился, поэтому нарушал скоростной режим. Не справившись с управлением, он въехал в придорожное дерево. После этого мужчине понадобилась медицинская помощь. В социальных сетях активно обсуждают аварию на автодороге Большой Исаково, близ заправки. По словам пользователей, ДТП на этом участке дороги не редкость. В этот раз пострадал водитель Тойоты. Детали аварии сейчас уточняются в ГИБДД. В свою очередь, пользователи сети отметили, что рядом с перевернутым авто находятся машины скорой помощи, МЧС и реанимации. Ни дня не проходит без вестей о пьяных водителях. На этой неделе мужчина под градусом был задержан инспекторами ГИБДД в городе Гусев. В присутствии понятых была проведена вся процедура. Алкотестер показал, что водитель Ауди действительно был пьян. По закону, за такое нарушение автолюбитель не может водить авто в течение полутора-двух лет. Да и штраф придется заплатить размером 30 тысяч рублей. Еще один невнимательный водитель 22 апреля свернул с намеченного пути и вылетел на обочину. ДТП с участием автомобиля Volkswagen Passat произошло в понедельник утром на пересечении улиц Челнокова и Гайдара. По версии очевидцев, водитель не справился с управлением и врезался в придорожное ограждение. По факту ДТП проводится проверка. И в продолжении темы происшествий. Следственный комитет не зафиксировал получение взятки Рудниковому от Виктора Леденева. Такие заголовки появились на многих интернет-порталах в понедельник после того, как в Ленинградском суде изучили материалы дела. А именно запись беседы журналиста с главой управления Следственного комитета. Камера, скрытая ФСБ в цветочном горшке служебного кабинета генерала, и галстуки не зафиксировали угроз его адреса или получения денег подсудимыми. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Судя по видео, генерал пишет на листке календаря цифру 50 тысяч, а после показывает собеседнику деньги, однако последний отказывается. Обвиняемые по сей день настаивают на свои невиновности. Следующее заседание по делу состоится до 16 мая. Напомним, в феврале процесс по делу Рудникова и Дацишина закрывали, затем вновь сделали открытым. По версии следствия, Игорь Рудников вымогал 50 тысяч долларов США у Виктора Леденева. Якобы за денежное вознаграждение Рудников обещал не публиковать в газете сведения, порочащие Леденева. В частности, о недвижимости руководителя силового ведомства. Оба участника дела настаивают на своей невиновности. Накануне одного из главных православных праздников отмечается рост цен, но эксперты уже сейчас точно знают, какие продукты подешевеют после пасхальных выходных. По их словам, своей ценой приятно порадуются на огурцы и помидоры. Представитель ассоциации РУСПРОДСОЮЗ Ирина Нагайцева также отметила, что стоимость куриного яйца не изменится в цене. Подробнее о финансовых новостях расскажет Алина Печниковская. Здравствуйте! И начнем с актуальных бизнес-новостей региона. Калининградский индустриальный парк ждет новых проектов. Для этого выделят 6 миллиардов рублей. По словам основателя парка Андрея Горохова, там планируют развивать проекты по строительству лабораторного корпуса, отделению стерилизации, цеху растворов, распылителей и чистой упаковки. Это войдет в комплекс «Экобалтик-2». В дальнейшем планируют открыть и «Экобалтик-3». Правительство области выделяет 364 миллиона рублей на велодорожку от Курской косы вдоль всего побережья. Этот проект уже вынесен на публичное обсуждение. Средства будут представлены Министерством развития инфраструктуры. Первоначально планируют проложить велодорожку от въезда на Курскую косу до поселка Приморье Светлогорского городского округа. Ее протяженность составит около 34 километров. Если вы не можете определиться с выбором лучшего смартфона, издание «Бизнес Инсайдер» сделало это за вас. «Бизнес Инсайдер» опубликовал список 20 лучших моделей смартфонов в мире. Первое место занял китайский OnePlus 6T. Изданию понравились его дизайн, качество съемки, скорость зарядки. Цена такого флагмана начинается от 550 долларов США. Отечественная валюта растет. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. На открытии торгов специалисты отметили рост рубля по отношению к доллару. Такое повышение связано с увеличением цен на нефть. Индекс этого топлива увеличился на 0,5%. Вместе с тем дорожают ценные бумаги Сбербанка, Газпрома, Новотека, Северстали, Роснефти, Аэрофлота. И это были все актуальные бизнес-новости к этому часу. В студии была Алина Печниковская. Спасибо, Алина. После выходных иностранная валюта существенно сдала свои позиции. Евро и доллар теперь стоят дешевле. Центробанк установил новый курс валют на вторник, 23 апреля. Курсы валют на 23 апреля. Доллар США 63 рубля 78 копеек. Евро 71 рубль 72 копейки. Польский злотый 16 рублей 75 копеек. Грустный дэнс. Сегодня это одна из самых популярных песен в России по скачиванию по количеству просмотров клипа в интернете. Один из исполнителей этого хита, рэпер Артем Качер, дал концерт в минувшие выходные. Наша съемочная группа пообщалась с популярным исполнителем. Подробности у Дениса Саландина. Под грустный дэнс в этот вечер танцевал полный зал. Калининградские меломаны, собственно, ради этого хита и пришли. Но молодого рэпера Артема Качера это нисколько не обижает. Честно говоря, у нас это была давняя такая мечта сделать с группой с Артиком и с Астей песню. Я прям очень хотел давно, поэтому когда я услышал этот трек, я сразу Арту написал, что Артик давай ее сделаем вместе. Поэтому для меня это такая гордость, что я был, так сказать, инициатором того, чтобы мы записали эту песню вместе. Грустный дэнс это совместный сингл Качера с популярными сегодня Артикой и Астей. До этой работы рэпер записал еще один дуэт с Джиганом. Я скажу, что трек с Джигой и с Артиком и Састи это не хиты, это супер хиты, такие глобальные работы, которые узнают уже даже за пределами России. Поэтому дай бог сольно скоро. О сольной карьере молодой артист мечтает уже давно. В 2011 он стал участником шоу «Фактор А». Его наставником стала Лолита. С ее помощью артист смог дойти до финала, но победа оказалась не за ним. В следующем году Качерян, а именно так звучит его фамилия по паспорту, отправляется в музыкальное шоу «Голос». Но наставления Агутина не помогают дойти ему до финала. Однако участие в ТВ-проектах принесло уверенность и нужные связи. Как признается артист, с Калининградом его связывают особые отношения. В начале своей карьеры он снял четыре клипа с известным в нашем городе клипмейкером Ашотом Геваркяном. Для меня Калининград занимает такое очень большое отдельное место. У меня тут были в начале самой моей карьеры первые съемки клипов, поэтому Калининград для меня очень такой близкий город. Тут есть и пустыня, и море, и лес. Я просто помню эти потрясающие локации, на которых я был, и ветряные мельницы, вообще первые в моей жизни, которые я увидел, это было в Калининграде. Артем много путешествует, ведет спортивный образ жизни, любит татуировки и не боится экспериментов, как в музыке, так и на кухне. Ой, мое фирменное блюдо это мясо по-французски. Я с ума схожу по этому блюду, поэтому как бы это вообще моя тема. Я вообще люблю мясо, я мясоед, если я один день не пою мясо. Кстати, я держу пост, поэтому сейчас такой тяжелый момент. Ну, тяжелый, не особо тяжелый, но просто такой, что я не могу есть любимое пока, да. Но осталась неделька, поэтому скоро. Судя по страничке в инстаграм, сердце рейпера не свободно, но молодой артист о личной жизни распространяться не любит. Первый городской, это Артем Качер, мне было очень приятно, и не забывайте самое главное. Под грустный дэнс я отпускаю нашу любовь, только здесь я оттанцую всю свою боль. Смотрите, любите и никогда не расставайтесь с дорогими, любимыми людьми. Денис Саландин, Юрий Жуков, Служба новостей, Город. А что помимо фото и видео с концерта артиста, калининградцы постили, лайкали в социальных сетях, расскажем и покажем в нашей постоянной подборке. Партнер рубрики сети ЗОСПА Кикибутик. Администрация Калининграда решила отпраздновать 1 мая на площади Победы. По словам председателя комитета по социальной политике Анны Аполлоновой, праздник пройдет впервые на площади и откроется церемония открытия фонтанов. Здесь же состоится праздничная концертная программа, а продолжится на обновленном летнем озере. Забавный инцидент с задержанием грабителя попал на видео в Челябинске. Официантка кафе в городском парке с криками бросилась догонять человека на велосипеде. Предположительно, он что-то украл или не оплатил счет. На перерез велосипедисту бросился аниматор в костюме рыжего кота. Он повалил грабителя на землю и задержал преступника. Фанаты Игры Престолов создали съедобные шедевры в виде главных героев сериала. Мать драконов из черного шоколада, шоколадных коржей, сливочного крема и кокосовой глазури получилась впечатляющей. Причем настолько, что конец ролика, где Дайнерис начинают разрезать, выглядит как фильм ужасов. Еще один поклонник сериала решил увековечить не самого приятного персонажа – Короля Ночи. И сделал его из арбуза. В Бельгии расцвел синий лес. Поляны украсили миллионы диких гиацинтов. Полюбоваться густым сине-фиолетовым ковром съезжаются со всех уголков страны. Буковый лес на границе между Фландрией и Волонией посещают не только в апреле. В этом месте произрастают редкие растения. Примерно пятая часть холербоса остается нетронутой людьми. Инопланетную колонию открыли в Китае. Космический лагерь посвящен освоению Марса. В нем тренируются около ста подростков. А со следующего года симуляция станет доступной для туристов. Ожидается, что базу будут посещать 2 миллиона человек ежегодно. Партнер рубрики сети ЗООСПА КикиБутик. Что еще интересного произошло в городе и в личной жизни горожан, они рассказали сами в нашем традиционном опросе. Партнер рубрики «Хорошие новости» – кейтеринговая компания «Велден». Достижения, да, говорить потихоньку начинается. Выходные меня порадовали, но не больше. Так, а у вас? Я съел вкусную шаурму. Хорошая погода. Хорошее настроение, хорошая погода. Все отлично. Так, а у вас? То же самое. Хорошая погода, хорошая настроение. А может, что ты? Мои сестры день рождения. Я ее поздравляю с днем рождения и желаю ей счастья и радости. Учусь пока не отчисляют, и то хорошо. Не знаю, день хороший. Я сегодня сдала экзамен, получила пятерку. Это чудесная новость. Сессия практически закрыта. Скоро получу диплом, и я дипломированный специалист. Дети здоровы, в семье мир. Все хорошо. Погода какая у нас, потихоньку нам пришло. Все хорошо. Партнер рубрики «Хорошие новости» – кейтеринговая компания «Велден». Открытие курортного сезона в Светлогорске. Многие калининградцы вместо дорогих спа, отелей предпочитают лечебные санатории. За две недели с комфортом можно не только подлечить свое здоровье, но и как следует отдохнуть. Чем богата калининградская природа и какие лечебные грязи есть на берегу Балтийского моря, выясняли наши корреспонденты. Ура! Вот так в торжественной обстановке состоялось официальное открытие обновленного корпуса в известной здравнице курортного Светлогорска – санатория «Янтарь». Пора разрушать стереотипы. В санатории можно не только подлечить свое здоровье, но и прекрасно отдохнуть. «Янтарь» соответствует всем этим параметрам. Прекрасная территория, которая предрасполагает к такому очень элегантному, я бы сказала, отдыху. Во-вторых, это прекрасная лечебная база. Самое главное, если я беру пример санатория «Янтарь», к чему мы стремимся? Чтобы люди, которые у нас выезжают от нас, они были здоровы, чтобы им было комфортно у нас находиться. На базе санатория прошел медицинский совет, на котором собрались главные врачи всех филиалов компании АО «РЖД Здоровье» для того, чтобы обсудить важные вопросы по эффективности санаторно-курортного лечения в современных экономических условиях и внедрения новых медицинских технологий. Специальная кардиологическая программа – новые программы, направленные на женское здоровье, косметология, сбалансированное правильное питание, чистый воздух и покой. Впервые в своей жизни попал в европейский красивый город, небольшой, но очень уютный, с хорошей, красивой архитектурой, блестящий санаторий. Блестящий санаторий «Янтарь» – это современная лечебно-профилактическая база, где работают только профессиональные медики высшей и первой категории. Только здесь есть возможность получения всего комплекса классических и разработанных специально-тематических программ для восстановления огромного количества патологических процессов. Уютные номера высшей категории Junior Suite, в которых мебель и постельные принадлежности соответствуют европейским стандартам. Санаторий «Янтарь» в Светлогорске. Отдых здесь – настоящее удовольствие. Звоните 525272. Синоптики обещают, что в Калининград на этой неделе придет настоящее лето, и столбик термометра поднимется до плюс 25 градусов. Но при этом добавляют, специалисты осадки все-таки омрачат теплую погоду. Точный прогноз на вторник завершает наш эфир. Первый – оптический дискаунтер «Оптик Гуру» – партнер прогноза погоды. 23 апреля. В Калининграде. Плюс 19 днем. Ясно. Ночью 10 градусов тепла. В Вильнюсе днем. Плюс 19. Ясно. Ночью 7 градусов тепла. В Москве днем. 18 градусов тепла. Пасмурно. Ночью 10 градусов со знаком «плюс». В Гданьске днем. 19 градусов тепла. Ясно. Ночью плюс 12. Первый – оптический дискаунтер «Оптик Гуру». Партнер прогноза погоды. На этом все. Если вы стали свидетелями интересных событий, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. В студии был Максим Новиков. До встречи в городе. В нашем городе много аптек. Но какую выбираете вы? Почему вы выбираете аптеку для бережливых? Мне, как пенсионеру, очень нравится. Во-первых, близко. Цены приемлемые. Кстати, моя жена присоветовала. Заботьтесь друг о друге. Как аптека для бережливых заботится о вас. Продолжение следует...